ну чё пора бы уже обзорчик записать друзья привет жука виталий на связи не обещаю что кратко но сегодня разберем сложившуюся ситуацию разберем с вами ну разумеется биткоин разберем эфириум и разберем мои сделки по реплу ну и вообще какие потенциальные движения я тут рассматриваю сейчас конечно ликует и туза мунщики и мои хейтеры ну может быть кто-то не был моим хейтером так таковым стал вот и теперь мне конечно придется обтекать вообще история это с обтеканием напоминает мне историю с риплом по 3 доллара те кто новенькие на канале не в курсе когда я выходил гораздо раньше а все ждали ripple по 10 в итоге ripple конечно у нас полетел в трамп тарары ладно не будем разводить эту демагогию сопротивление которые я рассматривал как сопротивление которые пробивать не будут их пробили похлопаем тезеру с напечатанным вновь usdt действительно пошел довольно неплохой объем и в этот раз все-таки получилось спровоцировать панические покупки это не очень хорошо объясню почему да возможно вы думаете не очень хорошо потому что пошло против моего прогноза никоим образом не очень хорошо потому что теперь нам придется с вами еще там две-три недели сидеть вот в этой вот неинтересной консолидации наблюдать проторговки типа девять тысяч десять тысяч ну и повторение тех циклов которые мы с вами наблюдали ранее то что здесь будут сейчас пробивать 10 500 пойдут на 11 на 12 на 13 на 20 возможно многие со мной не согласятся кто-то меня опять же будет обливать каловыми массами но я считаю что люди которые ожидают сейчас движение на 12 13 там и выше это их исключительно влажные мечты и здесь крайне маловероятно такое движение напомню вам то что в предыдущих выпусках я обозначал что если мы будем пробивать с вами сопротивление по реплу я буду пробовать заходить с небольшим желанием скажу честно я именно так и делал но увидел что мы идем на пробитие увидел что заливает объем зашел роста получили я с утра проснулся смотрю ну блин прикольно типа там четыре процента плюсом а ну я вначале зашел прямо на пробитие решил что мне что-то продавец давит я зашел и вышел чуть выше заработал феерически 0 и 3 процента но это конечно шутки потом я соответственно увидел что добавляет объема решил перезайти и поставил довольно длинный стоп ну длинный стоп в рамках вот такого локального манипулятивного движения поставил стопа 1 и 7 процента ну так наверное кто-то думает 1 и 7 процента это так ерунда какая-то но на самом деле я сегодня страх конечно ну проснулся с веселым настроем думаю что о классно сейчас подтяну стопы они отначали сбили мой стоп потом потянули ну и как результат пару зарплат среднестатистического москвича я тут потерял что касается соображений стоит ли входить в лонг или нет не хочу абсолютно не хочу вы меня простите пожалуйста но наверное все-таки буду возвращать вас в реальность потому что задним умом все конечно у нас молодцы все умные я умный задним умом но сейчас мы рассматриваем с вами ситуация которая сложилась в данный момент и по факту по факту нам принесли уровни сопротивления догнали там плюс-минус зависимости от биржи до уровня 10 тысяч двести и соответственно опять довольно неплохо начали сливать актив ну паника была лонгистов засадили что будет дальше стоит ли ожидать тут второй импульс не знаю знаю одно вероятность то что будем пробивать уровень 10 500 довольно тут низкая и я больше склоняюсь к тому что такого движения мы с вами наблюдать не будем вероятнее всего если мы с вами смотрим локалку и средний срок даже больше можно остановиться на локалке вероятнее всего будут сноситься стопы которые набирались на этом паническом движении потому что есть люди которые вот даже взять мою там закрытую группу я написал что я вхожу до некоторые ребята также зашли со мной данную не стали ставить стоп с утра говорили благодар очки если соответственно с вами рассмотрим стопы локальный то их уже снесли если мы с вами смотрим уровне стопов которые были на этом росте то принципе сносить здесь еще есть что если мы с вами рассматриваем среднесрочные движения то вероятность то что будут сносить стопы набранные на этом росте довольно велика но уже не забываем про общую ситуацию общая ситуация у нас все-таки не самое лучшее напоминаю то что у нас был v-образный отскок напоминаю вам то что движения все у нас были на импульсных вливаниях на напечатанном тезере то есть как только была печать тезера сразу начались начались переводы на бирже и начались покупки импульсные точечные да когда начали пробивать среднесрочные уровни был спровоцирован покупатель более чем уверен большое количество хомок здесь застряло поэтому никого не призываю у каждого своя голова на плечах но считаю что ланги здесь ну нельзя никак брать очень великая вероятность продолжение нисходящих движений очень великая вероятность сноса стопов напоминаю то что мы с вами глобальный восходящий тренд поломали на самом деле мы находимся даже с этими движениями которые многие смотрят на пятиминутках им удивляются и поражаются на самом деле если мы смотрим в рамках например тех же дневок это но не самые серьезные движения мы с вами просто торгуемся в консолидацию до поломав а нисходящие хаи но по факту мы остаемся в консолидации и если мы смотрим с вами ситуацию глобально я все-таки считаю что надо остаться фиате ну я за себя считаю то есть я так такое решение принял сделал навряд ли буду лезть здесь в локальные сделки и буду ожидать точек входа наверняка появится огромное количество супер умных ребят которые скажут что ты будешь дать так до 20 тысяч нет друзья несмотря на то что да сейчас пришел пришли боты на этот рынок алгоритмический трейдинг очень много выносов как локальных так и среднесрочных рынок очень часто ходит против тех анализа но все равно есть константа которая в любом случае будет работать а константа заключается в том что были набраны огромнейшие позиции на уровнях там 4000 долларов должен быть уровень по которому это будет все аккуратненько продаваться когда образуются панические покупки всегда актив сливается но не на одном рынке за весь период времени не было такого чтобы наблюдали с вами восходящий мощнейший рост без коррекции да здесь если какие-то локальные пробои например вот я вам могу сказать там по неплу он вроде как свою глобалку сейчас тесте вроде как на ней закрепляется нам уже показали движение до там грубо говоря до 2 и 3 до округлим и показали что его сливает то есть вероятность то что сейчас будем возвращаться в эти же уровни ниже поэтому здесь какие-то локальные трейды я думаю себе дороже предпринимать и очень велика вероятность то что сейчас опять добирают пассажиров для того чтобы пойти очень весело и очень весело и грустно вниз соответственно будет второй импульс буду смотреть так как отслеживаю рынок все время что касается ситуации по эфиру прошли с вами тоже довольно мощные уровни следующие уровни это 320 360 потенциальная коррекция мощнейшая то есть тоже но опасно я считаю что опасно понимаете входить на рынок где не было объема потом импульсно в него начали заливать но я считаю что это замануха и себе дороже сюда лезть можете опять же со мной не соглашаться еще раз говорю каждый отвечает за свои деньги сам кто-то играет как в казино кто-то старается отталкиваться от базиса я стараюсь отталкиваться от базиса подводя итоги соображений своих не меняю считаю что с большей вероятностью в на крупных таймфреймах мы с вами получим довольно мощные нисходящие движения опять же это уровне там 76 тысяч долларов что касается ситуации локальным тоже объемы низкие волатильность низкой ну хорошо вот предположим у нас сейчас прошлись по стопам все это дело по сносили да ну и типу людей есть реальный интерес в рынке но какой-то азарт интерес все дела должна быть какая-то волатильность какой-то объем нет стали в консолидацию понимать хрустального шара у меня нету смотри ну чтобы знать вперед будут ли добавлять объем потому что эта вещь такая очень манипулятивная но если мы отталкиваемся с вами от того что сейчас показывает рынок с большей вероятностью тоже ожидаем нисходящее движение смотрим средний срок это уровень аля 9500 долларов ну и я думаю сейчас какое-то время опять будут толкаться типы серии 9 300 10 тысяч может быть еще разочек туда под десяточку закинуть хотя думаю уже за 10 вероятность пойти пониже потому что ну хорошее было хорошее было засаживание но вот эта вот толкучка она нам только добавляет времени к ожиданию но по крайней мере я для себя выбираю такую стратегию опять же можете поливать меня можете со мной не соглашаться я на этом рынке долго я считаю что вот в такой ситуации но наугад ставить нет отталкиваемся от ситуации вообще общей тоже херня отталкиваемся от объемов от волатильности точнее тоже хреновая интереса в рынке нету если гоняет через сопротивление то на импульсах поэтому я считаю что до здоровой коррекции в этот рынок лезть не стоит надеюсь сильно вас не утомил хотел разобрать все эти моменты если были полезны они лайк свои соображения обязательно особенно вот на этой ситуации мне очень интересно ваше соображение по рынку оставляйте в комментариях если не подписаны канал подписывайтесь до следующего выпуска друзья работаем что за кадром и и и и Продолжение следует...